Привет, друзья! На связи Квестикс. Меня зовут Женя, я сценарист и автор квестов и мама двух дочек. Когда вы посмотрите это видео, вы узнаете, как самостоятельно, быстро и легко устроить клевый календарь ожидания дня рождения своему ребенку. Не говорите, что ребенок вам никогда не задавал вопросом, мам, ну скоро мой день рождения, ну когда? А сколько же дней осталось? Так вот, чтобы ребенок знал, сколько осталось дней, в этом ему и поможет адвент-календарь. Создавать адвент-календарь удобнее с 3-4 лет ребенка, не раньше, потому что к этому времени он уже понимает, что такое день рождения и ему интересно ожидать этот праздник. Календарь ожидания это по сути обратный отсчет количества дней, сколько их осталось до праздника 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Из традиций новогодних и рождественских календарей ожидания мы знаем, что часто туда вкладывают какие-нибудь веселые задания, а еще разные сюрпризы, подарочки, сладости или сувениры. Вот об этом сейчас поговорим. Хороший подарок это книга, блокнот, наклейки тоже никогда не остаются без внимания, а есть еще классный способ. Если вы купите набор конструктор или набор похожих маленьких игрушек, вы можете каждый день упаковывать в подарочек по одной игрушечке из набора, и тогда к дню рождения ребенок соберет весь набор. Самый простой календарь ожидания, собственно, я с такого и начинала, когда первый раз придумывала своей дочке, это сделать отрывной календарик. На кусочек картона я его украсила, разрисовала героями, которые нравились Полине, я приклеила последовательно 7 листочков, прогнула их, чтобы они легко отрывались, и на каждом написала. Осталось до дня рождения 7 дней, 6 дней, и каждое утро оно отрывало свой листочек, а возле календаря просто лежала конфетка. Просто, ну, это было классно. Второй способ, тоже простейший, это прямо вот эти же конфетки, киндеры, мармеладки или что вы там придумаете сладенькое, красивенько завернуть в одинаковую бумагу, подвесить на веревочках, да хотя бы даже из-за плечек, из-за старые, и пронумеровать каждый пакетик так же. И утром ребенок встает, и первым делом он обязательно будет бежать к этому вашему календарю, срезать конфетку и начинать утро с этих вот полезненьких углеводов. Что еще касаемо подарочков? Мы с девчонками очень любим тематические праздники, тематические дни рождения, и поэтому у меня совсем не было трудностей с выбором, в каких же героях я хочу обставить вот эту презентацию своего адвент-календаря. Я их либо наклеивала наклейки, либо рисовала или просто распечатывала из интернета, как, например, Эльзу или Леди Баг. И для меня было особым удовольствием именно заранее покупать всякие разные предметы, связанные с любимым героем. Это найти нетрудно, особенно если ребенок у вас смотрит какие-то популярные мультики, читает популярные книжки, канцелярия, наклеечки, пакетики, всякие фирменные штучки, наборы для поделок. Этого просто полно. Если идея тематического адвента на день рождения вас тоже зажигает, а вы не знаете, какого героя лучше подобрать, особенно если у вас ребенок не 4-5 лет, а уже постарше, то вот и совет. Немножко заранее понаблюдайте, что читает, что смотрит ваш ребенок, с каким героем выбирает тетрадку или пенал, и тогда у вас обязательно появится классная идея, которую ребенок непременно оценит. Хоть я и говорю, что все это сделать довольно легко и просто, но сама я почти все адвенты для своих детей делала в ночь накануне того дня, когда нужно начинать отсчет. И поэтому все-таки потребуется время на подготовку. Теперь у нас в Хвестиксе есть готовый календарь ожидания дня рождения, в котором маме самой не нужно ничего делать и придумывать, а только распечатать и каждый день подкладывать ребенку задание по нашей инструкции. Суть адвент-календаря в том, что ребенок получает заготовку с красивым тортиком, на которую он каждый день будет наклеивать по одной свечке, и уже в сам день рождения он наклеит главную большую свечу. Соответственно, сколько свечек еще нужно наклеить до твоего возраста, значит, столько дней и осталось. Но просто так свечку не найти. Нужно отгадать задание, которое своим ответом укажет, в каком тайнике она спряталась под подушкой, где полотенце или за зубной щеткой. Подготовить такой адвент очень просто. По желанию, мама со свечкой может подкладывать конфетку или сюрприз. А ссылку на этот готовый адвент я оставлю в описании. Еще важное, что я хотела сказать. Для чего мы вообще устраиваем ребенку календарь ожидания дня рождения? Не для того, чтобы почувствовать себя супер-классной мамой и потешить свое самолюбие. Хотя, конечно, и готовить для ребенка это очень приятно. А для того, чтобы подарить ребенку ощущение его нужности, что его любят, что мама вот такое для него устроила сама, это настоящее чудо и волшебство. И спустя много лет ваш ребенок это точно не забудет. Надеюсь, из этого видео вы не только почерпнули информацию, но и очень сильно вдохновились. Мы желаем вам ярких праздников, а Квестикс всегда поможет сделать их еще интереснее. Пока!